приветствую всех любителей пошаговых стратегий выслушайте алексея халецкого и давайте опробуем новую цивилизацию сидмерс цивилизейшн 6 горин gathering storm и новый режим и все это конечно будем на уровне сложности божество делать так давайте я сначала проверю что у меня отключены все моды да как видите так и есть это на тот случай чтобы реально проверить как работает игра без всяких сторонних улучшений настройки карты довольно обычные поставил огромный размер и континенты это по-моему самая такая сбалансированная и вменяемая карта только в этот раз я не буду добавлять больше цивилизации до 20 оставлю изначальные 12 просто не писали в комментариях что я не оставляю место для развития компьютерным игрокам посмотрим как они вот в данной ситуации меня будет противодействовать ну и режим тайны и сообщества я включил так что посмотрим какая-то как это все будет работать давайте начинать специально поставил стандартный возраст мира чтобы посмотреть на сколько у эфиопии будут генерироваться холмы и горы потому что все-таки видите у них бонус к науке и культуры 15 процентов от производства веры в городах построенных на холмах то есть мне вообще желательно города именно на холмах ставить кроме того уникальные улучшения дает плюс к вере рядом именно с горами так что горы и холмы для эфиопии важны ну и плюс еще кавалерия рома у них от холмов работает и себя поставил просто новый мир это был бы слишком крутой бонус для эфиопии вот мне интересно глянуть как она как сгенерируется карта для эфиопии если просто ставить стандартный мир насколько проблемно будет играть самый волнующий момент начинаем игру так но вот тут импер вижу холм возможно стоит пойти но я бы сюда и пошел ставить раз уж мы на побережье находимся смысл мне куда-то отходить к ше час потеряю пару ходов на что поделать правда ну да вот туда надо ставить рада я не вижу гор пока как же мне тут без гор мое уникальное улучшение тогда еще холм вот видите если сюда пойду то я смогу тут где-нибудь город поставить хотя бы как минимум но два хода считайте потеряно не скажу что прям офигительно что-то сгенерировано начинать ну наверное в любом случае начну со скаута а вот дальше я подумаю может мне вырасти быстрее так есть хлопок есть киты но опять же хотя смотрите если что можно будет пантеон но вот это я до этого не достаю правда два три ну раз да раз два три 4 5 рыбацких лодок если чё у одесса бэбы вообще-то да это я хорошо что я тут поставил другое дело непонятно где ну я бы еще пантеон соседства тропических лесов для священного места брал еще вариант что больше я тут не вижу вариантов соседства для священных мест начнем с лошадок пока конечно место не особо эфиопская так вот я обнаружил тайное сообщество совы минервы разговор это я город государства нашел да и за счет того что нашел город государства мы открыли ну то есть я пока не буду принимать я хочу другие другие тайные сообщества найти это дает одну ячейку экономического курса каждый торговый путь город государства этом одного посланную неплохо кстати это неплохо чем я к этим аскат первый открыл то есть он уже блин я мог со подойти ближе ладно о разведчика далее отлично но я дострою все равно этого разведчика пускай два будет но бесплатный разведчик в начале это тоже очень неплохо ну место вам скажу не фонтан особенно если мы говорим про эфиопию прямо скажите я попробую пока сконцентрироваться на именно вере то есть я хочу попробовать вот эту способность кстати а за счет того что я открыл тайное сообщество я могу видите я его не принимаю но я могу очки потратить на губернатора давайте пингалу посадим мог кстати раньше это сделать я просто не ожидал что так рано уже будут доступны очки губернатора давайте сюда хочу тут посмотреть тут и так наверное скаут пробежит так что с ростом 3 а если так все внутри ну оставлю 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 пока так дальше поставлю на строителя пожалуй одно радует что как бы я не в центре много ой ереван сша ереван очень неплохо для религиозной цивилизации как вы понимаете плюс я точно буду вот тут еще озеро есть тоже хорошо я точно буду священные места ставить так а что я взял в руинке что-то я пропустил что я в руинке взял наверное деньги скорее всего надо ли мне не на рассудки надо мне еще одного скаут если вот этого второго скаута так что у нас лошадьми лошади есть отлично к этим скаутом сюда побегу ну вроде как места но опять же холмов то немного умов немного блин тут вот горы кстати о вот тут выглядит ничего так смотрите тут можно вот у меня смущающими группе лет только вот получается ставить что все остальные места без холмов а тут как бы далековато кстати вот холм смотрите можно будет здесь поставить и здесь потом пока выглядит так то есть как мне кажется за эфиопию не ставить не на холмах вообще бессмысленно потому что вот это плюс 15 процентов науки и культуре от веры в городах это очень круто ну и соответственно надо играть через священные места очевидно также вот наводство я открыл ну наверное наверное все таки давайте в мореходство как раз я обработаю лошадей а потом китов че нет я наверно обработаю камень потом китов потом лошадей как-то вот так тут я смотрю никакого холма нету то есть тут ведь и горы я так понимаю за эфиопию надо рядом с горами ставить но ну то есть наше уникальное улучшение дает бонус если вы рядом с горой поставить вот этот не очень видите тут вот этот холм он без пресной воды а вот кстати холм вот здесь надо будет ставить зато за эфиопию знаете не так не так уж многое место где ты можешь поставить город не то чтобы тебе там сильно выбирать приходится с другой стороны так ну варваров пока не вижу поэтому давайте удвоенный опыт юнитом разведки и да пантеон нам нужен пантеон так три жителя в городе может уже выкупить лошадей там все таки производства давайте так так 4 будет ладно тогда пока так оставляю ну схожу сюда чисто посередине вот тут еще горами я отделен так ну дуболомом я бы возвращался чтобы защищать поселенца какой интересный метод континент сгенерировался я могу пока спокойно видимо тусить тут я горами защищен тут я так понимаю вообще полуостров вот тут получается видимо сюда только город можно поставить ну я виду эфиопии еще влезет сюда город между прочим так пока распределяем а рифов барьерных никто не видит не рифов дарифов вот ну здесь и рядом чтобы науку ладно я наверно мне так кажется что мне надо в первую очередь ставить священные места потом коммерческие либо гавани то есть научить я сейчас попробую как по минимуму отложить науку насколько за эфиопию таким макаром можно играть вообще более у меня тут вроде такое место что можно не можно немножко в развитие удариться так этим ночью возвращаемся пингала в адиса бэбэ хочу пока сюда сходить посмотреть как тут потом тут надо конечно будет исследовать ну тут это конечно город надо бы ставить ну тут вообще даже холмов нету то есть мне кажется за эфиопию старый ставить город не на холме вообще бессмысленно ереван на холме кстати стоит не стоит ли его захватывать не думаю так начну пожалуй все таки с камня а блин молодец я же не открыл горный отдел или я ну да я не могу каменоломнить вот я молодец возвращаться на китов обрабатывать так по села то хоть хороший город будет очень приятненький тоже к сожалению маскат заберет чай так бы я бы дотягивался город но сейчас уже не успею давайте гляну что тут да тут проход какой то есть но тут нету места для города ереван к сожалению так дебильно встал то сюда уже ничего не влезет блин а тут варвары появились это плоховато получится я ну большой бассейн на двенадцатом ходу всего лишь на божестве как-то долговато обычно на ходу восьмом о сразу кстати дуболом еревана поперся с ним разбираться так ну тут о ух ты торрес дель пайна слушайте это круто так у нас еще мистик так мы теперь можем принимать герметический орден он что дает разблокировать на карте такой ресурс как лей линии лей линии лей линии дают стандартный молот за свидетельство с любыми специализированными районами прикольно кстати тоже блин слушайте тут торрес дель пайна я прям хочу а есть влезет мне какой-нибудь сюда город то есть тут отлично что маскат и ереван никак не влияют по лояльности а торрес дель пайна извините он дает соседним клеткам в два раза больше выхлоп удваивает базовую продукцию соседних клеток это просто очень круто да потерял ход рабочим да тут где-то надо еще в город всунуть каким-то образом скорее всего вот тут где этот руинка так давайте сначала апнем я хочу сюда пролезть посмотреть я бы наверное тут постоял просто позасвечивал территорию так я бы вот так точно обрабатывал а третью уже куда хочет давайте переключу пока международную торговлю отлично у меня астрология ускорилась сейчас священное место да слушайте а я вообще успею на божестве то религии а сколько тут религии у нас ну на пророка священное место еще никто не построил ну наверно успею тогда я на божестве вообще играю так да на божестве на всякий случай стоит проверить ага и вот я встретил ну смотрите за счет этого мода у нас получается губернаторы быстрее будут прокачиваться то есть вот эти прокачки они не на нам все лишь одну прокачку надо чтобы взять какое-то одно сообщество ну давайте я дальше пингалу на науку так и я пожалуй надо ли мне горное дело давайте подумаем амбар ну мне это орошение когда-нибудь надо будет но я бы сейчас лучше астрологию пораньше открыл и священное место бы поставил побыстрее давайте пока тут постоим защиту со мной наверное проатакуют моего скаута о еще инга с гаргаму там ну я тут конечно в хорошей позиции я могу спокойно ставить города эти места никто не займет потому что даже если где-то тут рядом цивилизация она сюда не полезет ко мне очень хорошо очень мне все это нравится единственное что вот город здесь будет изначально без к сожалению без пресной воды но мне кажется вот надо сюда ставить прям где скаут будет вот наверное пойду сначала этот город поставлю отправлять сюда караван потом этот поставлю что эти места точно никто не займет в ближайшее время и я их катина с гаргаму первый встретил так стоим да это полуостров ладно можно возвращаться я думаю тут тоже понятно все ну тут надо реально ставить где варвары но их будет тяжело ну опять же вот с этим городом можно и спешить да тут священное место отличное будет верховую езду слушайте а у меня уже 17 извините веры скажите а почему так много веры два от еревана от ресурсов от модификатор ну от модификаторов видимо это от еревана а что за два что за что две веры от ресурсов это откуда вообще что то я не пойму где у меня ресурсы которые веру дают вот вообще ереван вообще плюс одну веру дает кстати странно что то я не пойму ну-ка напишите в комментариях откуда я имею столько веры при том что я ничего не принял вроде а да бог царь еще ну вот хорошо я две веры нашел я нашел две веры откуда еще две веры капает одна десятая от пяти процентов у меня идет что-то вообще не понимаю то есть две веры если бы две веры капает я бы еще понял а четыре откуда ладно ваше предположение в комментарии пожалуйста так давайте посмотрим священное место это ну сейчас священное место вообще никакого бонуса за соседство не дает так ай блин надо сейчас думать какой пантеон принимать я пожалуй вернусь чтоб меня тут не убили точно о так значит этого посела я таки веду сюда тут засвечивать на всякий пожарный тут мне еще надо камень обработать дальше давайте гончарное дело ну что с пантеонами производство от рыбацких судов очень хочется но это чисто на хотя слушайте здесь будет работать и здесь будет ну рыбацкие суда так давайте думать хорошо довольство и жилье в городах где священное место находится рядом с рекой мне кажется в случае эфиопии это неинтересно в случае эфиопии надо что-то брать а так слушай тут все разобрано уже мне даже можно и не думать по поводу соседства священного места что-либо брать все тупо разобрано две веры от каменоломен раз два ну и собственно ну три предположим но это мало с другой стороны мне эта вера будет давать все-таки 15 процентов вы же понимаете от любой веры мне идет 15 процентов в науку и культуру вот даже сейчас можно посмотреть если у меня 4 веры в одесса бэби капает так то получается у меня плюс одна наука и плюс одна культура чисто от этого ой 15 процентов не 25 а 15 процентов не одна наука и культура вот культура плюс 3 десятых культуры науки плюс одна ну потому что 15 процентов от 8 то есть мне бы наверное все-таки на веру брать с одной стороны ну блин этих кроме их всего 3 еще когда я их буду обрабатывать ну предположим 4 хотя мне кажется Ереван это заберет даже если предположить что 4 а хорошо вера от каждого улучшенного стратегического ресурса это у нас лошади это у нас железо ну лошадями вообще только одна блин тоже как-то не очень культура от плантаций ну в данном случае точно нет с притяжем потрясающе нет от геотермальных полей вулканической почвы у меня даже вулканов нету рядом блин несомненно ребята за эфиопию надо брать то что дает веру я тут даже спорить не буду но в моем случае это это все разобрано к сожалению и то что осталось вот только 2 верования на веру они они даже не сейчас работать будут а когда они начнут работать то есть получается вот максимум это кромлихи это всего 2 веры да и в итоге предположим в те города которые там рядом поставлю будут давать 15 процентов это 6 ну это это по одной культуре и одной науке вход и все и все так что я беру все таки производство ну еще хотя пища и производство от лагерей можно подумать потому что у меня вон свинки есть и где-то тут я еще олени видел но все равно маловато беру производство от рыбацких судов потому что в данном случае у меня их реально много и они будут неплохо работать это уже прямо сейчас уже видите начинает работать как минимум но священное место ставить точно надо несмотря на то что оно не будет вообще мне сейчас никакой веры давать давайте размышлять значит мне его надо ставить там где у меня будет ромашка а ромашка у меня судя по всему будет политическая площадь у меня судя по всему будет здесь правительство я офигею смотрите они сделали две одинаковых иконки для дипломатической и правительственной площади и ну то есть а зачем мы их вставили сюда если это абсолютно одинаковые две иконки ну серьезно ладно правительственную площадь здесь тогда предположительно у меня вот здесь будет дипломатический квартал ну я бы тогда священное место вот сейчас тут вставил с другой стороны здесь на самом деле здесь кампус зайдет потому что у кампуса есть соседство тропических лесов и вот эти тропические ну я правда еще один тропический лес там вырублю плюс одна наука от двух соседних клеток то есть вот этот я вырублю а вот эти два я бы оставил и это будет соседство для кампуса в будущем с другой стороны я кампус хрен когда еще построю исходя из вот сейчас моей стратегии что с третьей стороны какая разница тут я поставлю священное место или тут мне оно вообще как бы не там не там сейчас не будет давать ничего и в будущем одинаковое будет соседство что ты вот тут поэтому давайте все таки я пока так сделаю еще сюда священное место сюда да нам бы поспешить со священным местом потому что на божестве компы ну вот уже один пошел делать религия сколько там религии наверное пять будет доступно значит давайте сейчас делаем рабочего тут он идет сюда вырубать лес и ставить священное место пока так так ну тут у нас гончарное дело если есть вероятность международную торговлю ускорить тут особо выбора нету что исследовать колесо колесо повышение спустя может тут постоять просто чтобы варвары ко мне не перлись пускай они меня через речку атакуют куда он отметил этого скаута тут я пройти не могу горы тут я сейчас все исследую давайте постоим пока да я сейчас вот эту территорию буду заселять а тут вот тут я последние города поставлю что идти далеко так есть ли у меня какой-то шанс в золотой век вообще выйти чудо чудеса я фиг успею на божестве построить есть шанс религию принять на 12 ходов это вполне возможно успеть и надо пытаться тогда ну мне бы какие-то навигацию по звездам тоже открыть это вот считаете я выйду в следующее нужно ли мне орошение спешить я думаю нет письменность нет колесо тоже нет каменолом я сейчас ускорю надо ли мне с ней спешить мне тоже кажется нет тропические леса я могу уже удалять блин мне обработку бронзы а нет мне не надо я ж лес буду удалять а не тропический лес да этот я не скоро кампус не скоро да ну значит тогда пошли вообще сразу в гавань это соответственно даст мне очки эпохи за античность ну а тут ну а тут ну а тут потом пойдем в раннюю империю и ну тут я в политическую философию не успею открыть до начала следующей эпохи блин может мне стоит все-таки принять уже какое-нибудь из этих какие там еще есть тайные сообщества которые может мне получше будут чем эти тайные вот распевающие пустоту их внимание направлено на религию реликвии и подрыв лояльности лояльность мне это пофигу но мне религия нужна смотрите контакты следую племенные блин я уже несколько племенных поселений собрал и контакты не получил по-моему ой почему-то хм так каменную вкладку надо ли мне менять а ну да это я поменяю я не понимаю откуда я столько религии получаю смотрите может я способность вот откуда все я пойму можете не писать в комментариях улучшенные ресурсы дают одну единицу веры за каждую копию имеющуюся у города вот отсюда я получаю за веру можно получить покупать археологический музей археологов но это это сейчас то есть киты и лошади мне давали веру сейчас еще будет камень по идее давать да да 3 от ресурсу слушайте ну это очень крутой бонус на самом деле это реально очень круто вот именно этот бонус хм так ну мне надо еще племенные поселения искать значит у меня такое ощущение что у меня в каком-то полуострове вот таком огромном у тебя поставил карта у меня же карта континенты подождите а тут не написано да не континенты точно так теперь что пока сколько у нас ходов раз два и третьим будем ударить то есть на третий ход я только смогу построить священное место нужен ли мне амбар я думаю нет нужны ли мне юниты а слушайте галера блин у меня нету к сожалению сто процентов морским юнитом это вот международная торговля даст тоже через три хода ну раз через три хода международная торговля тогда я думаю нам нужно строителя пока строить мне надо еще одну рыбацкую лодку блин правда не знаю где все это далековато на самом деле выкупать пока ну пока так блин что тут варвары какие-то хилые почему они не появляются не нападают на моего скаута зря стою что ли блин мне еще вот тут надо походить блин может ну и с ними я бы вот с скаутом лучше сюда пошел а этим тогда сюда тут надо найти хоть кого во первых хоть кого-то найти это еще очки эпохи а во вторых племенные поселения все таки так на всякий случай начну уже защищать тут он ереван если чё я не думаю что вот эти варвары до меня вообще как-то добраться могут так ну надо покупать так давайте подождите сначала мы купим здесь клетку вырубим лес поставим священное место два хода что там у нас с религиями раз два три уже три и одна религия а семь религий ну я думаю должен я успеть хоть какую-то основать я думаю должен так теперь сто одна денюжка мне надо как минимум оставить девяносто на торговца а значит мы просто пока обрабатываем это тут три хода да ну точнее я это сам могу ускорить так ну давайте орошение я ее все равно никак не ускорю орошение мне для плантации нужно этим рабочим я сюда пойду мрамор обрабатывать а кстати вот четвертая каменоломня была блин деньги надо откуда-то взять потому что надо мне этих крабов реально надо выкупить но мне и караван нужен ладно мы следующем нет посвященного места надо будет проект провести чтобы религию принять блин тут надо подумать конечно тут надо будет подумать блин вот ереван дебильно встал ну вообще сюда вот город еще влезет еще кстати вот здесь отличный город будет я вам прямо сейчас уже метку ставить тут вам и холм и бананы и гавань будет отличная то есть я бы вот вот по такой дуге бы сейчас расселялся благодаря тому что тут города государства есть в первую очередь потому что тут вот самая такая офигительные места соответственно мне караван надо пускать чтобы дорога была для поселенца а почему я почему я карточку не поменял интересно а блин тут кит тут уже гавань не сильно крутая будет блин а тут а тут нету холма конечно если бы это была не эфиопия то выгоднее было бы тут ставить город но это эфиопия а вот тут холм а тут не влазит из-за еревана ладно я сюда схожу посмотрю что там у нас такое ощущение что я вообще на каком-то отдельном острове пока складывается так плюс один к эпохе пошли кстати к этому лагерю пока потихоньку что нам тут сидеть стоит ли мне рабочего делать или может сразу начать с священ 21 ход 21 ход это долго так ну в любом случае я покупаю торговца пока а нам бар не нужен не давайте строители тут все-таки из-за того что каждый ресурс дает веру эфиопии тут еще строители важнее а сколько стоит 30 и 45 то есть мне 75 монет надо чтобы например ну мне нужен какой-то краб ну ладно пока встану на хлопки через два хода откроется возможность обрабатывать хлопок блин 7 ходов 7 ходов как-то я ну хорошо я построил какую-нибудь галеру это теперь 3 очка религию успею ли я религию принять вот в чем вопрос сейчас будет зависеть от того сколько проект будет длиться всячие сады я наверное трудовую дисциплину пока буду открывать но у меня ранние империи а зачем я пока не буду поселенца строить мне надо проект сделать 2 хода 2 хода это мне даст 20 очков плюс 1 скорее всего будет еще один проект ну веры капает уже прилично просто вот изначально видите все караваны дают по плюс 1 веры из-за того из-за бонуса эфиопии плюс 05 веры на начале улучшенные ресурсы нет вот международные торговые пути эфиопии дают 0 5 единиц веры на начальном этапе что что на начальном этапе как-то увеличиваться будет ну ладно мне все равно в адисабебу надо торговый путь в первую очередь о о слушайте тут какие-то места ничего такие ну где-то же должны быть у меня соседи вообще вот это если поставить столько цивилизаций сколько фераксис рекомендует помните когда я ставил 20 цивилизаций как плотничком все происходило но прямо скажем действительно там отбиваешься от цивилизации и они такое ощущение что не останавливаются на какой-то момент в развитии так тут значит ну и мне надо какую какую значит выкупать надо потому что то есть мне надо 75 накопить и какой-нибудь из крабов выкупить так тут пошли бананчики обработаем озеро шала эфиопское ли это название или кто-то рядом есть ну и все таки походу в нормальный век выйду в результате я не вижу как мне тут ну религию я приму хорошо лодку построю предположим ну и все выйду хорошо религия по моему 4 будет да очка лодка по моему все таки 3 это 7 очков выход в античность 1 очко 8 8 да это будет 17 мне еще 2 очка не будет не хватать ну мне бы кого-нибудь встретить или племенные поселения лагерь этот не захвачу точно никак ну вообще можно попробовать все равно пока выглядит что как бы возможно давайте каменную кладку откроем пока на случай вырубки камни сейчас посмотрим сколько у меня будет очков пророка после 15 мне дали да то есть 14 то есть надо еще один проект проводить в любом случае 2 религии основано о за один ход всего лишь отлично то есть и следующим ходом у меня будет пророк это хорошо кстати я хочу посмотреть просто сколько мне очков дадут за основание религии так куда нам этого скаута отправлять ну давайте я тут еще посмотрю о е может это тайное сообщество найду да на киль что-то название все эфиопские такое ощущение что я на каком-то своем континенте отдельном сижу и все ну это кстати очень неплохо получилось для показа эфиопии но я могу забить на армию в начале чисто в развитие поиграть так ну поплывем тут последний заряд остался да надо какой-то из крабов обработать блин да это двадцать седьмой ход будет только нет все равно один ход блин да блин где эти тайные сообщества еще вот это вот этот вопрос к рандому я когда обзор патча делал я просто играл за эфиопию чисто побыстрее у меня сразу вот этот ктулху попался здесь не дают что ты будешь делать просто не дают это тайное сообщество взять где эти варвары блин чё ты сюда встала я хотел территорию открыть ну приблизительно понятно как тут чё тут то есть я уже расставил метки где расселяться по-моему вполне неплохо получается так навигацию по звездам пока не ну то есть я навигацию по звездам и так открою мне она не к спеху я хочу вот как бы таким образом что вторую клетку на море обработаю да кстати вот я не выхожу в золотой век именно потому что у меня нету соседей на острове то есть я бы хоть мне бы еще двух соседей встретить и все было бы уже зашибись но не в этот раз блин просто наводнение без ничего даже клетки не улучшились так сейчас надо будет поменять карточки но сначала мы возьмем а во-первых мне пророка еще за пророка дадут очко так ну следующим ходом мы сможем основать религию да ну давайте попробуем галеру поставлю на так подождите сначала я скаутами потому что там удвоенный опыт для скаутов у меня может что-то откроют нет ничего не откроют ммм навигацию по звездам следующим ходом я смогу сделать давайте обработку бронзы пока потихонечку а здесь раннюю империю уже надо будет на поселенца ставить ну и тут карточку на корабли так и это можно убирать я думаю хотя ну это как бы дает 15 процентов от одной веры ну не знаю блин подождите давайте на рабочего поставить карточку ну да там один рабочий у меня строится ладно давайте тут на корабли и тут на 30 процентов к рабочим потом я поменяю ее на поселенцев ну вот один ход кораблям так и следующим ходом собственно делаю религию дадут мне очки выхожу в античность потому что выкупаю эту клетку дают очки и строю галеру и все у меня больше в общем то не откуда будет взять два очка ну это это мало два очка мало за основание религии основание религии так ну эфиопия конечно иудаизм эфиопия несомненно иудаизм все чудеса света плюс 4 веры вряд ли на божестве позволяет покупать здания в компусах и театральных районах за веру кстати почему нет мы и так за веру можем хотя с другой стороны у меня и так есть способность покупать блин реликвии утраивают получаемую веру и тури ну реликвии у меня конечно ереван в союзниках я смогу там выбрать ну кстати на божестве ну знаете что трудовая дисциплина она прикольная но у меня вот сейчас пока блин я такой ах сложно выбрать слушайте но я смогу вот в этих городах например священные места с более-менее и плюс я тут когда поставлю ромашку может трудовую дисциплину взять это точно не работает в театральных районах я и так буду за веру покупать но с другой стороны я смогу и в кампусах покупать с третьей трудовая дисциплина позволит это быстро строить реликвии точно нет международные торговые пути плюс 1 золото за каждый храм и каждое святилище в исходном городе но это не так много то есть типа плюс 2 получается плюс 1 довольствие давайте создавать зато проверим что она не работает в итоге когда ломается а вот здесь я бы взял то что дает кучу веры вот 3 единицы веры дополнительно одну единицу за каждую эпоху прошедшую с момента строительства ну кстати это не так прикольно каждое священное место и театральное плюс 1 веру кто-то уже взял мечеть нет не мечеть эту синагогу синагогу кто взял синагогу плюс 5 веры просто дает уже кто-то ее взял мне бы вот синагогу ставить конечно плюс 2 единицы веры культуры золота и веры в каждом исповедующем эту религию город в котором построено чудо света ну это вряд ли построенные города сразу религию получают быстрее распространяются крестовый поход крестовый поход точно нет как и защитник веры стоимость миссионеров снижена ну возможно возможно вот это по-моему не работает кстати до сих пор я бы может это взял но вот это единица веры и культуры в священном месте в театральной площади по-моему так и не работало никогда ну давайте наверное сниженная стоимость миссионеров и апостолов быстрее приму и тут 2 к счету и плохи ну короче я скорее всего мимо то есть у меня еще следующий ход будет мне не хватает 4 очка сейчас я выкуплю может я встречу хоть кого сейчас проплыву сейчас я выкуплю вот эту клетку блин 50 мне еще и не хватает пока в античность выйти блин о кстати первый вулкан встреченный мною какой-то странный лагерь варваров вообще по-моему не спамит варваров ну я бы наверное еще галеру построил потом начал поселенцев просто потому что надо ускорить судостроение так я точно навигацию по звездам ускорю если я у меня что-то сомнение кстати давайте-ка один ход ее откроем на всякий пожарный ну где мне деньги взять давайте я может вот так 2 так сделаем о плюс 13 я еще потом смогу выкупить соответственно обработаю клетку ну и соответственно открою навигацию по звездам так 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 плюс 1 очко блин ну все равно даже если бы я взял это мне не хватает в любом случае 3 очка я беру это 1 очко и все равно не хватает для выхода в золотой век к сожалению ну не хочу пока эти тайные сообщества я хочу найти этих к толху что за фигня блин он тут наспамил блин ммм сейчас будет меня обстреливать сволочь ведь что постою в лесу пускай в лесу обстреливает тоже вообще никакого соседства нету ну мне надо тут священное место ставить а тут соответственно правительственную площадь из-за Дисабебы хм оставить ли мне в Харере гавань или лучше все-таки коммерческий район тоже непонятно тут я наверное шахту пока сделаю тут мы меняем поселенцев содержание давайте плюс 5 против варваров поставлю пока я думаю что там галеры и так достроиться за один ход да может встречу кого да только если варваров встречу залив Джозеф Бонапарт мне кажется где-то тут Франция должна быть как вы думаете так пока инженерное дело пойду блин я бы поселенцев и там и там строил и в том городе и в этом просто чтобы быстрее развиться блин еще одна прокачка есть ну наверное наверно наверно лян для рабочих в Харере пока и в политическую философию поехали да так в Харере недостаточно жилья поэтому на производство ну и здравствуй нормальный век так к сожалению ну это нормально варвары ну давайте может тайное сообщество так давайте я на мой выберу монументальность нет обработку о кстати обработку бронзы это хорошо что ускорило я не очень скоро убью трех варваров судостроение обработку бронзы стрельба из лука скажите как я стрельбу из лука ускорил тут тоже офигительные места конечно я бы вот сюда оставил город но сюда к сожалению только по морю потому что так поселенец будет очень долго идти то есть тут надо будет плыть поселенцам причем я бы даже сюда раньше ставил чем сюда там явно круче ну что сейчас кого нибудь встречу в итоге когда уже Австралия внезапно ну и где его ставлю это далеко и какого он он в кровном союзе вампиры австралийцы вампиры нет только не вампиры австралийцы высосут из нас всю жизнь так аванпост варваров ну слушайте ну и как мне так что мне принимать эти что ли тайные сообщества блин я хотел ктулху что это главное написано ну ну серьезно вот вот за это оторвать руки фераксис воспевающие пустоту попробуйте установить контакт исследуя племенные поселения я сколько племенных поселений нашел пять шесть штук и этого тайного сообщества я не смог почему-то найти совы минервы ячейка экономического курса кстати видите открывается когда отправишь посла в город государства ну это за счет того именно что вы я первый встретил город государства и соответственно отправил посла открывается все обнаружили чудо природы дают стандартные может все таки и леи линии вот эти у меня как раз будет какое-то соседство для районов не знаю ну в общем в любом случае мы вышли в следующую эпоху на этом я первую серию закончу напоминаю что спонсоры канала все серии могут сразу посмотреть во вкладке сообщества для всех остальных оно выйдет завтра играйте умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока на своем экране и с там и и и и и